Реструктуризация государственного долга, распределение средств из бюджета, корректировки республиканских программ. Сегодня члены правительства рассмотрели более 20 актуальных вопросов. О ключевых темах заседания сюжет Дмитрия Ковалева. Долговая нагрузка регионов страны будет распределена на 7 лет. О начале процесса реструктуризации кредитов в прошлом году объявил президент России. Рассрочка задолженности, отмечают Минфини Республики, позволит сэкономить только в этом году более 300 миллионов рублей. Это даст нам возможность сэкономить деньги на обслуживание госдолга. Согласно самого графика погашения бюджета кредитов с учетом реструктуризации, реструктуризируются наши кредиты до 2024 года. Без учета реструктуризации до 2022 года мы должны были погасить 6,7 миллиардов рублей общей суммы, которая вошла в реструктуризацию. А с учетом этого она продлевается до 2024 года, и наибольший эффект попадает на 2018-2019 годы. Об этом говорил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, и все его поставленные цели реально уже находятся в работе. Из Дорожного фонда Республики более 600 миллионов рублей уйдут на ремонт 30 километров трасс. Средства регионального бюджета в Минтрансе предлагают распределить на 8 объектов. На капитальный ремонт автомобильных дорог будет направлено 42 миллиона рублей, на ремонт автомобильных дорог будет направлено 161 миллион рублей, на содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 430 миллионов рублей. В данном проекте постановление средства республиканского бюджета направлено в первую очередь на переходящие объекты капитального ремонта. Более 140 километров трасс будет отремонтирована и в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». К выбору подрядчиков глава региона потребовал подойти скрупулезно. В проектную документацию необходимо закладывать более жесткие квалификационные нормы. Будут установлены определенные требования, чтобы фирмы-однодневки, компании, которые не в состоянии выполнить работу, не участвовали в конкурсах и в аукционах. Люди чувствуют практически, что на самом деле наводится порядок в строительстве дорог, в ремонте дорог. В республике продолжат реализовывать и проекты развития общественной инфраструктуры. Для реализации проекта в 2018 году конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора проектов отобрано 210 проектов, на финансирование которых требуется 90 миллионов рублей. Данным проектом постановление средства распределяется между муниципальными районами на 153 проекта. Оставшиеся 57 проектов, предусматривающие мероприятия по ремонту автомобильных дорог местного значения, будут профинансированы в 2018 году при условии представления дополнительных средств. Сегодня же Михаил Игнатьев вручил почетную грамоту за эффективную службу экс-начальнику управления контроля и общественной безопасности главы региона. Алексей Метелкин займет кресло руководителя госинспекции труда. Дмитрий Ковалев, Елизавета Зайцева и Сергей Адушкин. Республика.